Большое спасибо Теблице за возможность высказаться. И высказаться я хочу вот о чём. Продолжая тему оценки качества окружающей среды. Моё сообщение будет посвящено проблеме борщевика Сосновского, этого зелёного агрессора, который шаг за шагом захватывает наши территории. Поднимите руку, кто не знает, что такое борщевик Сосновского. Есть такие? Не знаю. Я вообще. Немножечко проясню. Как по мне, это одно из величайших экологических бедствий современности, которое постигло районы нашего проживания. Я имею в виду центральную часть России, северную часть Европейской России. Это растение гигантское. Представляет, вот здесь вот фрагмент приведён. Огромное зонтичное растение. Многолетние растения семейства зонтичных. Можете его морфологические характеристики здесь изучить. Растение опасное, растение ядовитое. Растение произрастает по обочинам дорог, по необрабатываемым сельскорясьным землям. Она поступает к населённым пунктам. И вообще его экологическая ниша, его бэкоток достаточно обширен. И растение очень сильно адаптируется к новым условиям. И продолжает завоевывать всё новые и новые площади. Всё бы ничего, но самая большая беда то, что растение очень-очень опасно. Оно несёт себя в ряд негативных последствий. В первую очередь оно содержит такие вещества, как форабо-оглины. Это ядовитые вещества, которые при взаимодействии с кожей приводят к сильнейшим обжогам, благодаря тому, что они выделяют специализированные ферменты, которые делают кожу нечувствительной к ультрафиолетовому солнечному излучению. Таким образом, при попадании сока борщевика на кожу, у человека появляются сильнейшие ожоги. Я, когда готовил презентацию, думал, может быть, вставить слайд с этими ожогами, но решил, что это зрелище не для слабонервных, и не стал вставлять этого слайда. Но кто желает, можете, в общем-то, в интернете посмотреть. Самое страшное то, что в первые моменты после ожога он никак не дает о себе знать. То есть при контакте с борщевиком, в общем-то, человек никак это не почувствует. Только после прошествия некоторого времени, особенно при длительном взаимодействии с естественным солнечным освещением, возникают страшные ожоги, следы от которых сохраняются в течение большого количества лет. Так, ну, на данном слайде приведена краткая история агрессии этого зеленого оккупанта против нашей страны. Но началось, в общем-то, все достаточно безобидно и, казалось бы, покрыто благими намерениями. А именно, что вот в послевоенные годы, как тогда считали тогдашние представители сельскохозяйственной науки, то есть заставал вопрос о повышении качества животноводства, о повышении приклода, количества молока, и, соответственно, нужны были универсальные кормовые культуры. И вот в качестве одной из таких универсальных кормовых культур был предложен борщевик Сосновского. Реал его естественного обитания находится в Кавказских горах, вот. И его было, значит, некоторыми советскими агрономами было предложено возделать эту культуру в качестве кормовой, так как она действительно огромнейший прирост пивомассы, вот. Она растет быстро, богата с азотными соединениями, вот. И было предложено ее использовать в качестве силоса, в качестве силоса. Вот. И эту информацию довели до товарища Сталина, и, в общем-то, Сталин дал добро на выращивание этой культуры. И вот, начиная с 50-х, 60-х годов 20-го века, эта культура начинает повсеместно выращиваться в сельскохозяйственных предприятиях центра и севера России. Ну, в общем-то, такое народное неофициальное название этой культуры «Месть Сталина» называется. Вот. Особенно на наши дружественные социалистические страны бывшего социалистического блока такое название практикует. В частности, вот Польша, например. Вот. И так же эта культура разделывалась. Вот. Значит, потом пришли 90-е годы, и наступил крах колхозно-совхозной советской системы. И, в общем-то, Польшевик начал мутировать, начал захватывать все новые территории, которые раньше использовались. То есть, дотации к колхозам-совхозам закончились со стороны государства, засевать поля стало нечем. Ну, и тут свою экологическую нишу, свою зловещую роль сыграл Польшевик. Вплоть до 2012 года вот это растение, оно сохранялось в реестре селекционных достижений. Ну, поскольку это считалось достижением селекционной науки, и, соответственно, нельзя было организовать борьбу с никого сорняком, или, например, организовать карантинные зоны, какие-то санитарные карантинные зоны, как в случае с другими опасными сорнями растениями. Вот. В 2015 году, наконец-таки, семена зеленой массы Польшевика были исключены, это из общероссийского классификатора. И в ноябре 2015 года отраслевых, он был включен в отраслевых классификатор сорнями растений, и этот шаг он, наконец-таки, позволил, хотя бы на региональном уровне, как-то стимулировать борьбу. Ну, вот в данном слайде представлены ареалы его распространения. Вот в левой части мы видим вот его родной ареал и ареалы его нынешнего распространения, которые расположены в северной и центральной части, европейской части России, а также налегающих государствах СНГ. Ну, ввиду того, что, в отличие от России, в большинстве стран разработаны национальные программы, вот в Беларуси, странах Прибалтики, Польши, Финляндии, там этого размера меньше, там этого бедствия гораздо меньше. У нас в России вступил на борщевик Сосновского, в Западной Европе также распространен другой опасный вид, это борщевик монтегация, тоже ядовито-токсичное инвазивное растение. Значит, что происходит в последнее время, когда, наконец-таки, постепенно, очень медленно происходит осознавание необходимости борьбы с этим экологическим бедствием? Ну, пока что сразу скажу, это напоминает борьбу Дон Кихота с мельницами. То есть, буквально за инициативы начались в 2015 году, и это в основном региональные инициативы, то есть те субъекты Российской Федерации, где эта проблема стоит наиболее остро, начали принимать какие-то шаги. Но, в общем и целом, осложняется все тем, что на федеральном уровне нет законодательной базы, и, в общем-то, нет понимания, как нет лединой программы борьбы, а на региональном, особенно субъектовом уровне все сводится к выделению субсидий муниципалитетам, которые с ними должны бороться. Но муниципалитеты тоже, у них бюджеты ограничены. И, в общем-то, также в качестве показательного примера можно что привести, что, например, в некоторых муниципалитетах Вологодской области разработаны региональные программы, они разработаны на борьбу на 5 лет, там 82 тысячи заложено, эти за 82 тысячи каждый год по 3-5 гектара очищат, планируются очищаться. Но пока там 3-5 гектара, там они покозят, или химическим способом его уничтожат, он, соответственно, еще на 2 раза больше площади вам вырастет. То есть, как бы, нет учета, нет динамики модели его распространения, и нет комплексности в этой борьбе. Но мы достаточно плотно работаем с Московской области. Ну, значит, в Московской области, я думаю, что, может быть, многие из вас слышали, что власти тоже взялись в лице Минсельхоза, они со следующего года вводятся штрафы для владельцев, собственников земельных участков, там, ну, для отдельных штрафов для физлиц, для юрлиц приведены. Но не совсем понятен пока механизм взимания этих штрафов, то есть, как можно оштрафовать участника, можно оштрафовать сельхозтоваропроизводителя на земле, в котором растет борщевик. Кто будет оштрафовать собственника, владельца тех земельных участков, которые не стоят на кадастровом учете? Поверьте, их очень много. Вот, то есть, ну, просто участок, и непонятно, кому он принадлежит, особенно это касается бывших сельскохозяйственных угодий, мы и не используем. Кто будет оштрафовать муниципалитеты, на землях которого, на землях которых произрастает борщевик? То есть, они, как бы, сами себя будут штрафовать. То есть, на многих местах общего пользования он произрастает, и кто будет нести ответственность за это, то есть, не совсем понятно. Вот, ну, будем надеяться, что некоторые из книги будут сделаны. Я в конце доклада немножко расскажу о том, что было сделано в прошлом году в Московской области. Мы сами в Московской области работаем, вот, расскажу немножко подробнее. А сейчас перейдем именно к картам, к методике. Вот, ну, наша компания Solzone, она занимается всем тем, что связано с геотехнологиями. То есть, мы разрабатываем геоинформационные системы, мы обрабатываем космические снимки, мы распускаем эспилотики, обрабатываем данные. В общем, все, что так или иначе связано с пространственной информацией, мы стремимся все картографировать, анализировать. Но упор у нас, конечно, в первую очередь идет на дистанционную информацию. Мы по максимуму стараемся выжать из космических снимков максимум полезную информацию. Вот, ну, здесь я привел примеры опыта других коллег, которые занимаются проблемами Баршевика-Сосновского. Вот, на данном слайде вы видите карту краудсорсинговую, которая создана в Институте биологии Республики Коми. Вот, там, группы энтузиастов, которые очень обеспокоены данной проблемой, они создали платформу, которая позволяет всем желающим отмечать места произрастания в режиме краудсорсинга. То есть, это такое наполнение болевых точек, которые вносят пользователи системы. Вот, также они занимаются выработкой конкретных рекомендаций по борьбе с ними. Вот, разработка моделей произрастания, вот, определение инвазивных коридоров противопостранения Баршевика-Сосновского. Также есть ряд общественных организаций, которые занимаются проблемой Баршевика. Вот, в частности, вот, мне очень понравились результаты работ Раменского регионального экологического центра, который выполнил проект выявления конторами местного распространения Баршевика-Сосновского на территории городского КПД в 2014 году. Вот, есть региональные инициативы в Вологодской области, они в Вятской области, исходят от местных ГБУ, которые, как правило, ответственны за реализацию программы электронного правительства. То есть, например, и в Вологодской, и в Вятской областях, там они использовали данные дистанционного задержания, также для этих целей. Вот, ну, в чем наше отличие? Мы решили бороться, как бы, не какими-то локальными, то есть, картографировать не локальными областями, а всю территорию Москвы и Московской области. Мы сделали такую карту, вот. И в настоящее время наша карта, она доступна, в общем-то, всем желающим. Она разработана на нашей платформе, океаналитика, которая разработана в компании SovZone. Вот, вы можете увидеть наш кэк, к сожалению, забыл привести адрес, но всем желающим могу выслать, океаналитика.com, проект Баршевик. Вот, вы можете залезть и посмотреть эту карту. Ну, и, в общем-то, также сами поучаствовать, поставить там точки, где Баршевик произрастает. Но главная ценность карты не в этом. Да, краудсорсинговые возможности – это очень хорошо, но главная ценность нашей карты – то, что мы отдаем объективную картину тотального произрастания Баршевика-Сосновского, не только там, где кто-то его увидел и поставил точку, а всеобщую сплошную картины вместо сплошного произрастания. Вот, потому что эти данные основаны на спутниковой съемке, а спутниковая съемка – это одно из ее преимуществ, что-то сплошной единовременный характер и съемка больших территорий. Вот, для информационного дополнения, для создания этого портала, вот идея какая вообще была, что в 2015 году в свободном доступе появились данные Sentinel-2. Вот, можете поднять руку, кто работал с космическими снимками? Вот, а кто из вас имеет опыт работы с данными Sentinel-2? Да, ну, для всех прочих, я поясню, что это Европейским космическим агентством была запущена такая программа «Коперникус», и в рамках данной программы были запущены ряд спутников различного целевого назначения, и в том числе была запущена спутниковая группировка Sentinel-2, она сейчас состоит из двух спутников. Она чем хороша? Она ведет съемку в большом количестве спектральных, узкоспектральных диапазонов, и она достаточно часто снимает, то есть примерно на широте Московской области, ну, сейчас уже порядка идет обновление раз в три-пять дней покрытия. То есть, соответственно, даже главная проблема снимков всех космических — это облачность, но поскольку идет съемка достаточно часто, мы имеем возможность там, ну, несколько раз за год получить гарантированно, получить безоблачные снимки. И все это удовольствие совершенно бесплатно. Вот. В один прекрасный момент, разглядывая эти замечательные снимки, я, вот поскольку у меня проблема паршевика достаточно давно самого беспокоит, я уже вначале озвучил, что считаю, это одним из главных экологических бедствий, я обратил внимание на закономерность отображения, вот, то есть, играя со спектральными каналами и с растяжкой коллекции гистограмм, я обратил внимание на некие закономерности в отображении ареалов сплошного произрастания паршевика Сосновского. Вот. И, соответственно, мы начали развивать эту тему, мы... так... начали разрабатывать методику, вот, и в итоге добились того, что создали на территории Москвы и Московской области вот такую карту мест сложного произрастания паршевика Сосновского. Минимальный контур, который там подлежит к картографированию, сразу скажу, что как бы единичные особи, конечно же, мы не закартографируем в виду масштаба, потому что пространственное разрешение — это 10 метров, то есть размер ячейки, это... один пиксель равен 10 метров, ну, то есть примерно переводя на площадные характеристики, ареалы сплошного произрастания где-то, ну, порядка, там, 3-4 соток, мы, в принципе, можем уверенно распознавать. Вот. И, значит... Значит, разобраться так. Вот тут слайд почему-то нет, примерно при конвертации PDF в области применения, но, в принципе, они... Понятно, мы, я скажу так, что со всеми готовы сотрудничать, кому это интересно. То есть мы сотрудничаем с медицинским в Московской области, я тоже там покажу немножко опыт, готовы работать с общественными организациями, с борцами, с порчевиком и со всеми теми, кто неравнодушен к теме экологии, окружающей среды. Будем рады сотрудничать. Но, в первую очередь, нам хочется донести эту информацию, конечно же, для госвласти. Итак, почему Сентинет? Мы использовали данный Сентинет, несмотря на то, что, например, есть другие замечательные снимки, которые тоже при желании могут получить свободный доступ, например, Planet. Вот здесь вот вы видите две картинки, два наших основных бескошечных информации и вот таким ярким салатом и зеленым цветом, ну, я надеюсь, вы догадались уже, что это такое, видно. Это вот как раз один из районов Московской области, где он очень интенсивно представлен. Вот этот вот наш друг зеленый, зловещий. Дело в том, что у снимков Сентинель-2 у них достаточно узкий зеленый спектральный диапазон порядка там в районе 500 нанометров и это позволяет, видимо, он как-то коррелировать с повышенным содержанием хлорофила, большая зеленая биомасса, плюс еще элемент того, что мы использовали разновременные снимки и мы отслеживали все-таки вегетационные фазы, то есть до цветения, когда он просто зеленый с большим набором биомассы, во время цветения, то есть это вот примерно июль, и после цветения. Именно анализ временных рядов позволил нам достичь больших точностей при картографировании борщевика. Ну, вот тут, в принципе, мы вот работаем по данным 2016 года вот мы видим вот данные, которые хорошие безоблачные данные, которые мы использовали, это был июнь, прошлый год был достаточно дождливый, получить снимки было сложно, но июнь, вот еще, в принципе, это еще не... в прошлом году он в активную в стадию цветения не вступил, потом июль, и август тоже, после того, как он отсыл. Ну, вот. Значит, ну, тут примерная схема, это импорт-обработка данных ДЗЗ, набор эталонов участков, насчет статистики, дальше, обнаружение участков метода построения дерева, принятия решения, вот повторюсь, опять, что использованы мотивированные снеги, классификация, визуальная оценка, выезжали в поля для валидации своих данных, ну, в общем-то, результат валидации очень достаточно хороший получились, и потом все это дело было опубликовано на нашей платформе Геоаналитика. Ну, вот, тоже, из наших маленьких хитростей, то есть, вот, так выглядят в сельцинатуральных цветах, вот, как видит человеческий глаз, космический снимок, использовали различного рода спектральное преобразование для улучшения читаемости, например, преобразование HSE, Q2-Centration Volume, использовали вегетационные инвекции для оценки биомассы. Ну, вот, и здесь вы видите, вот, результаты дешифрирования, автоматизированное дешифрирование мест произрастания, вот, они желтым цветом выделены, и вот, да, на зимных наблюдениях мы тоже выезжали, смотрели. В итоге, значит, у нас, какие мы продукты в итоге потом получили и опубликовали. Это, ну, сама карта распространения Баршевика, далее мы построили такую тепловую карту плотности распространения, то есть, разбили всю Москву и Московскую область на сетку квадратов размерностью один квадратный километр и посчитали плотность. На мой взгляд, очень такая информативная карта получилась, то есть, когда она иллюстрирует географические закономерности и неоднородность распространения Баршевика Сосновского по территории Москвы и Московской области, и мы видим явное преобладание его в северных и западных частях области. Вот, мы построили такую карту на территорию муниципальных, посчитали статистику на территорию муниципальных образований первого порядка, то есть, районы, городских кругов, и это, мы, статистика посчитали на территорию муниципальных образований второго порядка, то есть, поселения плюс районы Москвы. И, можно видеть, вот, отчет закономерно, что, вот, некоторые районы Русского, Молоколамского, Можайского районы наиболее загрязнены больше всего. Вот, мы можем видеть, что, в некоторых поселениях, там, более 5% территории, они поражены, заняты поселением горшевика Сосновского. В то же время, восточная часть, вот, Шатурский район, он практически чистый, там практически этого бедствия не наблюдается, но и на юге чуть меньше. Вот, ну, причина, там, такому распределению, она объясняется тем, что, она двумя факторами объясняется, так, антропогенными, хозяйственными особенностями и природными факторами. Ну, природные факторы заключаются, в первую очередь, тем, что, сугли, свинистые почвы на севере и на западе, они оказались более пригодными для произрастания воршевика Сосновского, в отличие от песчаных, оливиальных почв, Мещеры, где он, ну, ему не очень комфортно чувствует. Вот. Плюс, конечно же, специфика районов возделываний, где он возделывался в советские времена, потому что были специальные совхозы, где он наиболее часто возделывался. Вот, я, например, живу в городском округе Тамадедово, там вот был такой совхоз «Заря» Подмосковья, где ему целенаправленно выращивали. Вот. Ну, и плюс еще на юге, конечно же, у нас там все-таки не такой, да, процент, там земли находятся в сельскоясном обороте, они возделываются под сельскоясную культуру, в отличие от севера и запада, где большинство болей стоят заброшенными. Ну, вот здесь вы видите интерфейс нашего веб-приложения, в общем-то, кликая просто вот используя ГИС функционал, я не хочу сейчас на нем подробно останавливаться, вы, в принципе, можете получить информацию и по муниципалитету, по отдельному контуру и получить информацию о проценте и площади произрастания. Значит, в Московской области вот в заключение что-то я хотел сказать, что да, тут намечаются некоторые подвижки, в частности, Минсельхоза Московской области, ну, вообще правительством было проведено такая кампания, что в сентябре прошлого года они опросили все муниципалитеты области на предмет того, чтобы они предоставили информацию, где у них произраст Борщевик Сосновского. Далее они запустили народное голосование на портале Добродел, и, соответственно, чтобы население обозначило те места, где на их взгляд проблема существует. Вот. Они используют также наши данные. И в ноябре 2017 года утвердили рейстор контролл, который принадлежит очистке в 2018 году. До 1 апреля должны были заключены контракты на уничтожение Борщевика Сосновского границ муниципальных образований, и в октябре этого года должна быть произведена оценка эффективности выполненных мероприятий по борьбе с Борщевиком муниципальных образований Московской области. Но насколько она будет эффективна, поживем и видим. Просто мне самому жутко интересно. Вот. Ну вот портал Добродел. Вот. Обратите внимание, тоже очень интересно, это результаты наши данные синим цветом возначены синие контура, а красное это то, что предоставляли муниципалитет. То есть, обратите внимание на разницу в подходах. Вот зеленый это там, где совпадают. То есть, они просто видят, что едут мимо, видят, что польза росла Борщевиком, обозначают ее. Мы делаем комплексно именно те ареалы, где они действительно имеют место быть, и как видите, что наших данных значительно больше, чем данных от муниципалитета, пускай придают. Но вот, накладывая эти данные на кадастровую карту, средствами ГИС также можно вот в этих отчасти нерадивых пользователей обнаружить. Аналогичный опыт у нас есть уже в Калужской области мы походный же проект делали и в одном из муниципалитетов Республики Карелия. Но в заключение, что хочу подводить итог своего выступления, хочу сказать, что без федеральной программы целевой борьбы с Борщевиком Сосновского эту проблему не решить, потому что региональные власти, они, ну, как-то локально можно что-то сделать, но Борщевик, он распространяется со страшной силой, там, с одного стебля, там, до 100 тысяч семян, он распространяется, захватывает все новые площади и нужна именно консультация сил всех заинтересованных предприятий, организаций и лиц. Ну, на этом спасибо за внимание. Спасибо.